Музей в военной форме С помощью красивых картин и скульптуры И я хочу сказать, что наша выставка Мы очень долго думали над тем, как ее назвать У нас были разные варианты Но мы решили, что она достойна такого красивого, громкого названия Доблесть, честь и слава Образ воина в русском искусстве 19-21 веков На самом деле, действительно, художники, скульпторы Помогли донести до нас сегодняшних Образы тех людей, которые защищали нашу страну Защищали нашу родину Которые воевали, которые отдавали свою жизнь И это очень важно, потому что с помощью этих художественных образов Наше поколение и будущее наше поколение Они смогут узнать о том, что происходило в прошлые годы В прошлые века На одном из памятников Вородинского поля Высечены слова Доблесть родителей – это наследие детей Все твенно, все переходящее Только доблесть никогда не исчезнет Она бессмертна Поэтому и тело нашей выставки Это имеет отношение и к славе, и к удобности Я хочу сказать, что в нашем музее сложились очень добрые дружеские отношения С многими музеями, галереями, институтами, с частными коллекционерами И только благодаря вот такому сотрудничеству У нас есть возможность создавать такие красивые выставки И, конечно, хочу отдать дань еще и большие слова благодарности Сказать нашим замечательным работникам Не устаю говорить о том, что музей наш не государственный Что коллектив у нас очень маленький Что выставочный отдел у нас крошечный Всего три человека На плечах этих людей И их стараниями и силами создаются эти выставки И сегодня мне хочется выразить такие прям очень большие слова благодарности Куратору этой выставки Светлане Николаевне Надыгде Практически в одиночку подбирала все Договаривалась, ездила, смотрела Но помощники у нее, конечно, тоже есть И руководитель музейно-выставочного департамента Антон Александрович Глинкин И специалист по хранению и учету Евгения Александровна Юсупова Ну и наверное все вы обратили внимание на то, как красиво оформлена эта выставка Как подобраны цвета Как правильно, грамотно, аккуратно, с большим вкусом Расставлены предметы, скульптуры Как повешены картины Хочу сказать также огромные слова благодарности нашему художнику Который возглавляет компанию «Артефакт» Мире Кантиновне-Введенской Спасибо большое Это уже наш такой постоянный партнер С которым мы делаем и будем, надеюсь, делать еще много разных проектов И хочу поблагодарить музей-участники Которые приняли непосредственно Дали свои предметы И в первый раз мы работаем с замечательным музеем-собранием Скульптуры предоставлены здесь Это как раз из их коллекции И низким вам поклонам огромное спасибо за то, что согласились с нами работать Уже как-то по-ростеному и по-домашнему Мы встречаем здесь директора студии Грекова Тоже достаточно давно и много работы И прекрасные совершенно работы, которые сегодня украсили нашу выставку Спасибо вам огромное, Татьяна Александровна, вам и вашему коллективу Ну а сейчас хочу предоставить слово, а прошу прощения Также хочу отметить еще один замечательный музей Который стал тоже нашим большим партнером Это центральный музей вооруженных сил Российской Федерации Здесь присутствует заместитель директора Возьмите Данчелукин Никогда не отказываю И надо сказать, что последний, наверное, год С Министерством обороны и с Департаментом культуры Министерства обороны У нас тоже завязались достаточно теплые отношения Поэтому создавать выставки в совместном творчестве С Департаментом культуры Министерства обороны И музеями, и организацией под ведомствами Министерства обороны Становится нам просто очень здорово, хорошо и приятно Так, и сейчас я хочу предоставить слово Научному директору Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевичу Миркову АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Мне была большая честь передать приветствие Председателя Российского военно-исторического общества Помощника Президента России Владимира Расиславовича Единского Который тоже принимал участие В создании этой выставки Но, к сожалению, работа И занятость Государственным делам не позволила ему Сегодня лично присутствовать Хотя, конечно, он готовился И просил меня Желать самого доброго Всем людям, которые принимали участие В создании этой выставки Вложили огромную душу В создание этой экспозиции Уникальной экспозиции Экспозиция действительно уникальна Она объединяется в разные эпохи Здесь и Отечественная война 1812 года Взятие боей же В 1814 году Крымская война Здесь война русско-турецкая Засвобождение Балкана Первая мировая Ну и, конечно же, Великая Отечественная война При этом надо сказать То, что здесь собраны Самые уникальные экспонаты Ну, достаточно сказать Сказать, что скульптора Это пуш Авторские работы Авторские копии Автор по логике пуш Здесь работа Павла Требецкого Уменьшенная копия Замитая Скульптурная композиция Гоноком Композиция Александра Третьего Которая сегодня Находится во дворе Русского музея Но ведь Говорят, что Искусство отражает действительность Но иногда Действительность Она отражает искусство Известно то, что У Павла Требецкого Была Вторая работа Уменьшенная Как бы Копия Тоже Александра Третьего Нового Светающего На троне Который Замитал на Царском конкурсе Второе место То есть Его первая работа Первое место На троне Второе место Здесь она тоже Как раз Представлена Но для меня Когда я смотрел На Эту уменьшенную Еще копию Такое впечатление Что он не просто На троне А как Из скалы Возникает образ Этого Мощного Сильного Справедливого Честного Государя Так вот Она хранилась Долгое время За пластиками Русского музея И Возникла идея У Российского Универсического Общества Создать В реальную личную Как хотел Павел Трубецкой Эту скульптурную Композицию Сказано Сделанную Объявил конкурс Российское военно-историческое общество И историческое общество Провели Нашли Скульптора Который Сделал Достойную Работу Той Скульптурой Которой Павел Трубецкой Около года назад Она была открыта В Катчиной Любомом месте Пробивание Резиденции Александра Третья Иисуса Президента России Владимира Путина И Владимира Литинского Сергея Нарышева Я хотел бы тоже Сказать то, что Здесь Меня впечатлила Работа Грековца Голубаева Работа Лорис Мерликов При штурме Карса Тоже Потрясающая фигура И полководец И Государственный Деятель Мы все знаем Конституцию Лорис Мерликова Которое Не совершилось Только из-за того, что Он Убит Александр Второй А вот Вспоминается как раз Эпизод связанный со штурмом Карса Мерликов Когда Карс был взят Был взят в плен В том числе Один из Турецких командующих Начальника Лорис Мерликов Подвел Крепость А это огромная стена Ну Почему мы не сдали Крепость Не было бы у вас Столько потерь А турецкий начальник Показал мне крепость Поговорите какие стены Мы просто так Эту крепость Сдали не могли Поэтому и сопротивлялись Но вот Что хотели Что получили Важно то, что Отметить Для меня лично Это работа Конечно Орженко Которые здесь представлены Но безвременно ушедшего художника Который Тоже еще Несколько лет назад Российское военностолическое общество Демонстрировало Художественное Художественное Работа Здесь представлен Гренадер Если я не ошибаюсь 1814 год При взятии Парижа А ведь у него Какие потрясающие работы Есть посвященные Первой мировой войне Гражданской войне Ну и Прощание конвоя Прощание конвоя Это Битва Прикалки В конце концов Это тоже В работе Это тот Художник Который отражал Вот эту Действительность На протяжении Длительного Периода Развития Нашего государства Эскизы Новых мандиров Военной формы Поручения Главного штаба Подготовлены Орговским Многие портреты Военно-государственных Деятелей Здесь Суворов И Петр Первый Я хотел бы здесь Тоже Сказать о том Что Сейчас Виктория Достоевская Наша Виктория Российского военно-исторического общества Вкладывается цикл Лекции Владимира Мединского Посвященный Различным эпохам Прежде всего XVIII века Государственным деятелям И военачальникам В том числе Суворову В том числе Потемкину Я вам советую посмотреть Виктория Достоевская Там Собраны Уже Более 300 лекций Которые набирают Огромное Число просмотров Прежде всего Просмотров Лекций Владимира Мединского Который читает их С удовольствием И люди с удовольствием Слушают их Это тоже Как бы дополнение Может быть К этой выставке Что я еще подумал То, что Может быть Иллюстрации К этим лекциям Возможно Также Дадут нам Разрешение Предоставить В том числе Из той коллекции Иллюстрации Которые представлены Здесь Это было просто Замечательно Объединилось И художественное Творчество И непосредственно Наука И популяризация Науки И истории Ну и Разумеется Здесь И подлинные предметы Русской армии Здесь И непосредственные Формы Которые создавали Были Благодарим Конечно Всех Кто принимал Участие В создании Выставки Повторюсь Что это и музей Военной формы Который В таком Действительно Елена Валерьевна В небольшом количестве Производит Столько выставок И столько Замечательных Выставок Дети Уходят Отсюда Которые Смотрят Выставки С таким Огромным Удовольствием Я считаю Что здесь Конечно Не только В гости Столицы Сегодня Эту выставку должны посещать Дети Донбасса Дети Тех Кто Убежал От Нацизма На Украине Потому что для них Это тоже важно Это постижение Нашей Великой Истории Истории Нашей Великой Истории Истории Нашего Государства Ну и конечно Здесь все Собрания И студии Греков Мы очень рады Спасибо вам Большое Добрый день Ну разрешите вас Поприветствовать От имени Департамента Культуры Министерства Обороны Ну вот так вот получилось Что такой Замечательный музей Появился в центре Москвы Сегодня Елена Валерьевна Представила Научных сотрудников Вот Артмастерские Ну а О себе Конечно Не сказала Надо сказать Что вот совсем Недавно Мы открыли Одну выставку Первый мудир Нашего Российского Советского Государства Сейчас уже вторая Выставка Это я бы сказал Второй Уже за короткое время Такой большой Подарок Москвичам Тем Которые интересуются Нашей Отечественной Историей Мы всегда рады Сотрудничать С этим музеем И вообще Надо сказать Что вот Настолько Камерно Камерно Да Представлены Выставки Аж первая Вторая Вроде как бы Небольшой зал Но человек Сюда приходит И без каких-то Может быть длительных Таких променадов Там чего-то надо А вот так вот Коротко Ясно Конспективно Видит историю Нашего государства Поэтому я хочу Поблагодарить Коллектив музея За такую Замечательную Это сеть работу Которую они ведут Ну естественно Наше тоже Валерно-историческое общество Которое Вот так вместе Работает Казалось бы Вот это не государственный Музей Но по качеству То есть Работы Ну супер государственной Потому что Именно несет Государственную Идеологию Спасибо вам Спасибо вам большое За работу Владимир Витальевич Между этими двумя Выставками О которых вы сейчас сказали Мы еще Открыли целый музей Вот Да И не где-то А в еврейской Атономной области На Волочайской Сопке Восстановили Музей памяти Посвященный Волочайскому сражению Создали там экспозицию И вот 14 мая В присутствии Вице-губернатора Хабаровского края Вице-губернатора Администрации Президента Вот таким большим составом Открыли Этот музей И даже Злопыхатели Которые в общем Находились там Но понятно что Везде есть свои Критики Написав много Разных вещей Написали что Несмотря на Какие-то замечания Которые у них есть Там К руководству Области Одной и второй То что мы сделали Это большое событие Так что Можете нас поздравить И если вдруг Будете случайно В Еврейской автономной области Приезжайте Посмотреть музей Который Сделан На Волочайской Сопке Он Очень красивый Потрясающий Очень атмосферный И я думаю Что сейчас Он будет Ну не боюсь этого сказать Ухорошением Дальнего Востока Спасибо большое Я хочу Пригласить к микрофону Директора студии Военных художников Имени Грекова Татьяну Александровну Самарскую И главного Архитектора Студии Грекова Алексея Владимирович Темникова Алексей Владимирович Наш коллега Начинал с нами И создавал этот музей Приходил Со стройки Мыл Скажу вам Бороду Все время В раковине Потому что Была такая Пыль и грязь Невозможная Но Благодаря его стараниям Получилось Вот это здание Потому что Конечно Без его помощи Было бы очень тяжело Аплодисменты И всех ваших задумок Их реализации Гожу с тем Что мы с вами сотрудничаем И действительно Семейная атмосфера Сложется в нашем сотрудничестве Вот Выражаю благодарность Грековцам Которые здесь присутствуют Которые И непосредственные Участники И исполнители Всех этих проектов Их Виктор Левин Главный хранитель Адриан Андреевич Степанский Главный хранитель Отдел информации Витяна Михайловна Митина Хранитель студии Грекова Алексей Валуч Главный хранитель Вот Все грековцы Всегда рады этому сотрудничеству Вот В любой постаси Мы всегда готовы вам помочь Вот И от лица Артема Владимировича Гормана Часто с ним общался Он, к сожалению, тоже Сильно Сильно загружен Вот Он тоже передал огромный привет Рад взимодействует Тоже готовы всегда помогать Так что Поговорил за наши новые подвиги Спасибо Спасибо за тёплые слова Леониду Александровну Ну да Я проложил усилия Чтобы это всё было Вот И сейчас ушёл туда Чтобы там стало ещё лучше Чем сейчас есть Вот И надеюсь, что Общими усилиями Моими И художников И скульпциров Мы добьемся Высокого звания Студии Лотальных художников Которые являются наследником Рубова Собственно Самогриша Грекова Китая Мэйсанье Не добавлю с тех слов То есть Великой школы Художников Греков Стала Самой лучшей Патальной студией В мире Хочу Спасибо сказать отдельное Олегу Леонову Это Издательский фонд Русские Витязи Где ещё главным художником Дружусь То есть Мы там тоже встречаем И воспеваем Славу русского воиста В общем Ну Служу Отчизне Стих Маму Большое спасибо Аплодисмент Я надеюсь Что у нас с вами сложатся Теплые отношения И это наш не последний проект И хочу пригласить сейчас к микрофону Арт-директора музея собрания Светланы Алексеевны Аплодисмент 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 Спасибо большое за эти слова От лица всей команды музея собрания Я приветствую и поздравляю с открытием наших коллег из музея военной формы Представителей российского военно-исторического общества Студия Грекова Строгановская академия И всех здесь собравшихся На эту выставку музей собрания представил 20 работ Из наших фондов Это две графические работы Александра Орловского И 18 скульптурных произведений Ведущих художников второй половины 19-го и начала 20-го века Все их объединяет одно Они посвящены образом русской армии Важным и знаковым страницам нашей истории Хотелось бы отметить, что большинство работ Это экспонаты из наших фондов И они впервые будут представлены массовому зрителю Безусловно, эта выставка будет интересна всем, кто увлечен историей нашей страны И историей российской армии И мы уверены, что посетители, зрители получат большое визуальное удовольствие И узнают много нового и интересного Ну а мы приглашаем всех, кто еще не был у нас в музей собрания И очень рады знакомству, сотрудничеству с открытием АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наш вернисаж подходит к концу После окончания мы приглашаем вас на кураторскую экскурсию Которую пройдет Светлана Николаевна Адыгта Ну а сейчас мы хотим ввести такую маленькую, но, на мой взгляд, очень правильную традицию И хотим наградить основных участников нашего проекта Памятными благодарностями Итак, приглашаю Татьяну Александровну Самарскую Директор студии военных художников Благодарность за участие в создании в истории АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приглашаю арт-директора музея собрания Светлана Алексеевна Чураева Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И хотим особые слова благодарности выразить нашему художнику Милу Литиновиденской и ее компанию «Артефакт» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо всем огромное. Кто еще не попробовал шампанское, можно продолжить. И, пожалуйста, проходите зал на экскурсию.